В первой квалификации АИБа Конланд занимает первую строчку в своей весовой категории. В первой квалификации АИБа Конланд. В первой квалификации АИБа Конланд. Ну и поскольку ты любишь обращать внимание на левшей, Конланд у нас тоже левша. Да, вот третий бой мы смотрим. И третьим бою выступает левша. Причем в предыдущих двух именно левши одержали победу. Да, вот эти вот на скоке со стороны итальянца пока никакого воздействия не оказывает на Конлана. Он успешно набирает очки с дистанции, встречает, пока уверенно, на мой взгляд, лидирует. Смотри, как чувствует дистанцию. Если вначале он повыше держал руки, то сейчас уже понял, что за этим вот на скоком особых таких... Изысков нет, да. Не то чтобы изысков, особых вестов, угроз не существует. Буквально дотягивает сейчас итальянец передней рукой до Конлана. И Конланд видит начало атак. Ну что, очень плохо, если боксер тянется, это значит, что он не с ног пробивает, а просто толкает руки. Ну все, Конл с дистанцией разобрался и... Да, смотри, как провалил. Очень красиво это было в стиле незабвенного Виктора Петровича Агеева. Любил Агеев провалить и оказаться за спиной у соперника. Эффектно очень делал это. Ну, Виктор Петрович, правда, в другой весовой категории выступал. Ну, почему бы не вспомнить о легенде советского бокса, ныне президенте Федерации профессионального бокса России. Да. Продолжает нервничать итальянец. И, как мне кажется, его задача выдернуть Конлана на размен. Такой эмоциональный. А Конлана ощущает себя спокойно. Контролирует бой, контролирует тайминг и уверенно себя, в общем, чувствует. Напомню вам, что три ирландских бойца вышли в полуфинал для такой маленькой страны, где олимпийский бокс как-то не очень был развит всегда. Вот в последние годы ирландцы все чаще и чаще напоминают о себе. И, как я уже сказал, Конлана в весовой категории до 56 килограммов занимает первое место в квалификации АИБа. Лучший пока боец, по мнению Международной боксерской ассоциации. Я даже не уверен, хотя не готов, как говорится, поставить деньги, но не уверен, что за всю историю Великобритании 9 бойцов представляли бы Великобританию, то есть Ирландию и Англию в полуфинале чемпионата Европы. Ну, скажем так, британские острова. Да, 9 человек в полуфиналах, 6 британцев и 3 ирландца. Это результат, который в прежние годы был доступен только гигантскому Советскому Союзу и сборной России. По-прежнему Конлана работает на дистанции, уверенно восстанавливая атаки противника. Бьет, закручивая, просить итальянца. Кентелихим пытается кавалерийским наскоком атаковать итальянец, не готовит атаку. И вот эта вот нервозность, это как бы своеобразное проявление неуверенности в себе, как мне кажется. Он гонит себя вперед, желая доказать, что он не опасается своего соперника. А Конлан, боксер классических линий. Боксер классических линий предпочитает, как правило, боксировать вторым номером. Отличный, правый через руку. Просто на выбор уже Конлан. Левый, правый, большинство ударов приходит в цель. Да, итальянец взвинчивает темп в концовке второго раунда. Что не мешает Конлану успешно набирать очки. Как только итальянец взберет паузу, мы видим, Конлан уже сам начинает выбрасывать удары. Идет вперед. Кстати, обратим внимание, Конлан уже постоянно меняет стойки. А сейчас он боксировал большую часть раунда в стойке правши. И сейчас боксирует, как правша. Начинал бой, как левша. Ну, тем не менее, вот этот самый зрелищный бой пока из всех. Ну, потому что Конлан показывает очень неплохой класс. Недаром он первый номер в рейтинге Айба. Все-таки итальянец выглядит статистом. Достойным, но статистом. Интереснее поменяет еще раз стойку Конлану. Сделаем разбор полетов благодаря повторам режиссерской бригады. Вот Конлан хорошо защищается и подставками, и нырками. Полностью контролирует он ситуацию в ринге. Ну, здесь ничью, да, дал один из судей. Да. По итогам, кстати, двух раундов. То есть в одном из раундов он дал победу Конлану, а в другом итальянцу. Видимо, оценивает активность Байеты. Два католика перекрестились в каждом своем углу. И чемпионский раунд у нас. Третий раунд. Ну, не думаю, что здесь какие-то религиозные будут изменения. Конлан, скорее всего, будет аккуратно экономить силы перед финалом, да, работать. Не могу сказать, кстати, почему Конлан сменил стойку и боксирует теперь как правша. На мой взгляд, в стойке левши у него получше получалось. Ну, видимо, начал бой, зарабатывая преимущество как левша, поскольку против левши всегда неудобно работать. И уже, уйдя в отрыв, чувствуя свое превосходство в бою, он, видимо, уже... Вот сейчас опять как левша работает. Ну, кстати, отрыв-то уменьшился. И опять как-то, благодаря этому. Просто уже на переднюю руку итальянец натыкается. Так он спокойно ждет. Прекрасно встречает переднюю руку Конлан. Начал тормозить Майета, мне кажется, подустал. Брать паузу. Поджимает Майета сейчас якобы поджимает ирландца. Ждет атаки со стороны соперника. Но Конлан не торопится, не торопится. Не идет на эту провокацию. Не покупается, да? Мариок, он постоянно меняет стойки. То в левосторонней, то в правосторонней. Может быть, он амбидекстер, так называются. Люди, у которых практически нет основной руки. Левый и правый, они одинаково уверенно действуют. Ну что ж, думаю, что нам уже известно имя финалиста. Ну, знаешь как. В общем, да. Лично я считаю, что Конлан лучше. Но, суди, это такая загадочная фигура в олимпийском боксе. Что ничего нельзя предугадать заранее. К тому же несколько смазано. Что, естественно, на фоне усталости проводит концовку Конлан. Я бы, конечно, отдал бой Конлану, но... Повторы, повторы до саммари третьего раунда нам демонстрируют, что чаще попадает итальянский боец Франческо Майетто. Дянул свою линию Майетто и, в общем, выглядел достойно. Первый раунд проиграл однозначно, а потом приблизился. Победа отдано Конлану, чтобы, на мой взгляд, справедливо. Один из судей отдал победу итальянцу. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Продолжение следует...